всем привет сегодня ролик для тех кто выбирает квартиру ну знаете пришел к застройщику и не знает какую купить а стоят они дорого поэтому цена ошибки огромная сегодня выбираем из двух распашонок какую же взять ко мне обратился заказчик с просьбой помочь ему выбрать квартиру семья у него большая 4 человека планируется пополнение то есть третий ребенок а потом возможно и 4 вот с учетом этих данных и будем выбирать квартиру а потом из выбранной я покажу что можно сделать поехали вот из этих двух квартир мне предстоит выбрать одну а потом с этой одной что-то такое сделать чтобы данной семье жилось удобно и комфортно если у вас такая квартира смотрите дальше если не такая то обязательно подписывайтесь потому что возможно следующий раз я буду разбирать ту квартиру которую вы собираетесь приобрести из этих двух квартир распашонок я выбираю вот эту а не эту почему эта квартира которую я отверг отверг я ее потому что маленькое гостевое пространство в которое влезет всего лишь навсего маленькая кухонь к на которой ни черта не разместить поэтому кухня должна быть большой должен быть большой стол они вот этот вот маленький прижатые к стене представьте что ваш ребенок сидит около стены за столом он же всю стену засалит все ваши красивые обои которые вы купили задорого красиво так нельзя ну и конечно маленькое место смотреть телевизор как сюда 4 человека на один диванчик поместится никак поэтому не годится зато жилые комнаты большие по 20 квадратных метров это хорошо один санузел одна ванная это плохо потому что в семье где много людей должно быть ванна и душевая но представьте утром вы собираетесь на работу дети в садик или в школу и вот кто-то занял душ как у нас это часто бывает в общем здесь поставить вторую душевую кабину или тем более ванну невозможно поэтому плохой вариант но собственно поэтому я ее и отверг а вот этот вариант интереснее его я и выбираю здесь один санузел и две ванные комнаты класс кухня-гостиная с лоджии которую мы утепли им и присоединим к этой общей зоне класс жилая комната из которой можно сделать спальню для родителей и не просто спальню а мастер спальню здесь потому что при ней ванная комната да еще и с окном это еще один плюс ну и то что она попадает прямо в зону родителей и это становится мастер спальня это двойной плюс и так поехали смотреть что же у меня получилось кстати пока еще не доехали там на колокольчик нажмите на канал подпишитесь лайк поставьте вот планировка которую я предлагаю этому конкретному человеку со своей большой дружной семьей первое что я сделал это прихожую обратите внимание как я ее организовал я убрал ту маленькую гардеробную комнату которую предлагает застройщик ну помните на планировке да ну потому что туда ничего не влезет и ставлю два шкафа с одной стороны можно к нему подойти и с другой стороны к нему можно подойти зачем я это сделал я это сделал для того чтобы сформировать прихожую и отделить грязевую зону обратите внимание ну и конечно большой шкаф 2 с половиной метра нормальный шкаф все влезет но если все не влезет то есть второй дополнительный шкаф с обратной стороны второй плюс мы этими шкафами детскую зону как бы отделили но представьте кто-то в квартиру пришел там из посыльных или может и сослуживцев чем смотреть в детские комнаты и так у нас получилось обособленная детская зона одна комната вторая комната и тут же ванная что в ванной ну само корыца понятное дело дети любят в ванной мыться большая раковина и конечно же унитаз и здесь еще одна фишка унитаз подвесной а чтобы сделать подвесной унитаз нужно поставить систему инсталляцию а систему инсталляции нужно зашить в стену и вот мы зашиваем стену на 20 сантиметров кстати нужно отступить на ней висит унитаз но инсталляция же небольшая так вот справа и слева получается пустота в нашем случае это не просто пустота это открывающиеся дверцы и это хранение супер решение кстати здесь нету стиральной машины как предлагает застройщик никогда так не делайте никогда не ставьте стиральные машины в ванной потому что ванная это же не постирочно-помывочная а комната для релакса и здесь получилось это сделать детские комнаты одна для мальчика 2 для девочки посмотрите я предусматриваю комнату мальчика сразу на вырост чтобы можно было поставить вторую кровать и как я делаю это пространство одну кровать я поднимаю выше под нее оставлю шкаф чтобы на эту кровать забраться есть лестница причем лестница совмещена с системами хранения но это когда ступени выдвигаются а там ящики кстати вот такое решение и вот здесь уже на обычной высоте стоит и еще одна кровать под которой тоже есть хранение то есть выдвигающиеся ящики таким образом получается два спальных места куча мест хранения ну то есть где-то же их школьную форму и хоккейную нужно хранить а вот рабочее место я сделал вдоль окна одно общее единое справа слева можно сделать стеллажики чтобы книжки и тетрадки учебники поставить и два стульчика при этом остается большое пространство где можно ползать играть паровозики катать что-то раскидывать но нужно же где-то игрушки раскидать в конце концов вторая комната для девочки мы помним что эта девочка подросток а это значит она уже скоро совсем станет прелестной девушкой и каждой девушке хочется иметь свой уютный уголок здесь он есть персональная гардеробная которая представляет из себя шкаф большое зеркало вдоль стены и макияжный столик мечта любой гламурной девчонки с большим зеркалом подсветкой стульчиком все такое няшное можно сделать хорошее короче это место обособлено и выделено в такой будуар а если дальше мы проходим в комнату то стоит естественно кровать но естественно ее можно сделать с балдахейном так знаете по-королевски тумбочка тоже стоит рабочий стол и тоже напротив окна ну и какой-то стеллаж для книг вот таким образом получилось обустроить детскую комнату по моему получилось круто как считаете напишите в комментариях как у вас комната для девочек обустроена общее пространство увеличилась за счет балкона кстати в этом жилом комплексе застройщик строит так что балкон уже утеплен это значит теплое остекление выведено отопление ничего утеплять не надо просто убирай стенку и комната твоя увеличилась очень круто я считаю правда по закону этого делать нельзя вы знаете кстати раньше разрешали утеплять и присоединять балконы к жилым комнатам но просто этим стали пользоваться все подряд без всяких проектов и дошли до того что стали промерзать окна появляться плесень стены насквозь промерзают что-то там пробегает почему потому что не делали нормальные проекты не приглашали нормальных строителей а почему во все сэкономить хотели ну вот наэкономились и теперь это запрещено хотя сделать все это можно все физически возможно технологически никаких вопросов поэтому здесь у тебя что-то меня в сторону потянуло в общем про гостиную в гостиной три зоны первое это кухонный гарнитур обратите внимание он буквой п и одна из сторон этого кухонного гарнитура это огромный остров огромный остров на котором невероятно удобно готовить потому что он широкий разложиться можно ого-го как во вторых когда вы готовите вы стоите лицом гостям а не спиной этот остров прекрасно освещен потому что он прямо у окна ну и все вместе здорово готовить за таким местом вы только это представьте эту семейную идиллию когда все вместе собрались раскатали пиццу засунули ее куда пиццу засовывают в печь в печь засунули пиццу в общем кухонный гарнитур большой эргономичный удобный и красивый дальше конечно же большой обеденный стол посмотрите как он правильно стоит он не просто правильно стоит посередине комнаты вмещает в себя 6 человек а когда его раздвинешь то и все 8 10 но это знаете если родители в гости пришли надо же их куда-то посадить и это напротив окна друзья это же просто подарок и посмотрите как это все красиво и по центру ну просто все по фэн-шуй дальше диванная группа большой диван и два кресла которые можно двигать туда-сюда оставить как удобно всей семье разместиться еще и гостей пригласить сесть и поиграть в какие-то игры напротив естественно телевизор куда же без него таким образом мы получили три зоны первое это кухня вторая это столовая и третья это диванная группа я считаю что вот так получилось идем дальше спальня родителей которые называют мастер спальня что мастер спальня себя включает спальное место гардероб и ванну я переместил дверь посмотрите куда и вот это все сейчас является бой мастер спальню заходим и первое это дверь в ванную комнату это не ванна это душевая но в ней все есть для комфортного так сказать времяпрепровождения есть раковина есть унитаз есть душевая кабина со стеклом это даже не кабина это просто место под душ то есть все выложено плиточкой по кругу огорожено стеклянной стеночкой чтобы вода не брызгала визуально это кажется комнатой то есть нету никакого вот этого как раньше знаете душевые кабины ставили вот эти гробики сейчас так не делают сейчас делают душевые открытые вот она здесь есть пожалуйста и есть достаточно большой вместительный шкаф чтобы хранить всякую всячину не хотите шкаф поставьте кресло приняли душ сидите релаксируйте и о чудо застройщик сделал каким-то таким невероятным образом окно в ванной это же круто друзья окно ванной если у вас окно ванной напишите в комментариях идем дальше и попадаем в гардеробную и нас встречает большой шкаф этот шкаф достаточно глубокий чтобы в него на вешал очках на плечиках вешать одежду напротив него узкий шкаф в глубокий тянуться далеко а в узкие недалеко так или иначе нашу гардеробную формирует два этих шкафа между ними расстояние 800 миллиметров этого достаточно чтобы удобно пользоваться этими шкафами почему я не поставил шкаф вот сюда к стене чтобы сделать комнату больше потому что если так сделать когда мы будем заходить в спальню сразу упираться в изголовье кровати и видеть того кто там спит а тот кто спит он уже не спит и на тебя смотрит это чем не мешаешь спать короче не комфортно ну сами представьте ваша кровать прямо вот вы головой на входе так не делается а перевернуть кровать не получается потому что там же окно вы же видите окно и изголовье кровати получится прямо как ну все бы ничего можно и шторками задрапировать но ведь там батарея стоит головой к батарее спать совсем нехорошо перегрейтесь ночью то дальше балкон и это еще один подарок там кабинет и хозяин этой замечательной семьи или хозяйка смогут уединяться на этом балконе и использовать его как рабочий кабинет слушайте но не хотите кабинет поставьте кресло для чтения ну или поставьте какую-нибудь приставку какой дартс повесьте короче это место прекрасное для уединения закрылся балконной дверью и все отдыхаешь вот таким образом друзья я помог конкретной семье выбрать из двух квартир правильную и не про деньги в никуда теперь они знают какую квартиру купить и что в ней сделать хотите также подписывайтесь на канал и пишите в комментариях обращайтесь просите и я вам сделаю разбор в описании найдете ссылочку всем пока да прибудет с вами муза